Короче говоря, 100 дней путешествую во времени. Это было жаркое лето. Я сидел на диване и смотрел фотки, которые мне прислал Серёга со своего отдыха. Тут он отдыхает в самом дорогом отеле, здесь он ужинает в самом дорогом ресторане, а тут он арендовал целую пирамиду, чтобы устроить дорогущую вечеринку. А я не подавал вида, что мне завидно. Подумаешь, всего-то выиграл миллион долларов в лотерею. И теперь совсем не жалеет денег, что даже присылает мне распечатанные фотки по международной почте. Так не пойдёт. Я твёрдо решил устроить себе летние каникулы гораздо круче, чем у Серёги. Да, у меня нет больших денег, но зато у меня есть умная голова, с помощью которой я организую себе незабываемый отдых. И вот я снова пожаловал в магазин кепок. Кепок времени. Консультант узнал меня и спросил, как прошло моё путешествие в СССР. Я сказал, что это было незабываемо и теперь вернулся за добавкой. Консультант накормил меня, после чего стал предлагать различные варианты. Эта кепка отправит меня прямиком к динозаврам. Вот эта переместит в эпоху Ренессанса. А на этот экземпляр сейчас действует горячее предложение. Ведь кепка отправит меня в тёплый древний Египет всего за полцены. Это то, что нужно. Пока Серёга тусуется у древних пирамид, я заценю их ещё совсем новенькими. Купил кепку сроком на 10 дней. Думаю, этого времени хватит, чтобы насладиться отдыхом в прошлом. Оставшиеся день я провёл в подготовке к своему древнеегипетскому круизу. Взял побольше воды, крем от загара и на всякий случай аптечку. Надел кепку времени и нажал на кнопку. И вот я очутился в древнем Египте. По всей видимости, это пустыня Сахара. Пока кроме песка ничего интересного здесь не было. Я поскорее снял кепку и убрал её от греха подальше. Погуляв по пустыне несколько часов, мне на глаза попался какой-то египтянин. Я подошёл и любезно поздоровался с ним. Но он ничего не понял. Затем что-то произнес в ответ. Теперь я ничего не понял. Значит, общего языка мы явно не найдём. Он жестами показал, что у него пересохло в горле. Я достал свою воду и угостил его. Он попил и после этого уставился на пластиковую бутылку. Блин, он же понятия не имеет, что это такое. Я быстренько забрал бутылку обратно. Египтянин тут же развернул какой-то свиток и принялся рисовать на нём. Через пару минут на его папиросе красовался рисунок бутылки. Он соседствовал с другими рисунками, где были изображены странные геметрические формы. Далее он начертил схему на песке и принялся странно крутить руками. Кажется, я понял. Видимо, это древнеегипетский строитель. А все эти рисунки на папиросе – это идеи его сооружений. Я внимательно осмотрел их и, к своему удивлению, не обнаружил здесь чертежа пирамиды. Они их тут что, ещё не придумали? Нарисовал чертёж пирамиды и показал его строителю. Он изучал рисунок минуту. Две минуты. Затем запрыгал от радости и принялся обнимать меня. Строитель забрал свои вещи и куда-то убежал. Это что, получается, я только что подарил древним египтянам идею постройки пирамиды? Вот это я понимаю. Провожу отдых с пользой для мировой истории. А я тем временем отправился путешествовать дальше. Так пошёл мой шестой день в другом времени. Мой отдых в Древнем Египте был весьма насыщенным. Я нежился на песочке, любовался рекой Нил, ловил скорпионов и скоробеев. А главное, что здесь было очень тихо и спокойно. Думаю, Серёга бы мне точно позавидовал. Но на 10-й день моего пребывания здесь я неожиданно рухнул в какую-то скрытую яму. Очнулся в каком-то тёмном помещении. Поднялся на ноги и включил фонарик. Сделав шаг, я почувствовал боль в ноге. Кажется, при падении я её повредил. Достал из аптечки бинт и замотал ногу. Хромая отправился дальше изучать это мрачное место. На стенах были различные рисунки и иероглифы. Всем видом это местечко напоминало какую-то гробницу. Вдруг я услышал приближающиеся шаги. Что-то идёт сюда. Убежать я не смогу, а попадаться кому-то на глаза в этом месте плохая идея. В панике я выбрал самый неочевидный вариант спасения. Я залез на какую-то лавку и притворился мёртвым. Вскоре мимо меня прошёл какой-то человек. Фух, кажется, сработало. Но тут он снова подошёл ко мне и начал натирать какими-то маслами. Может, это какой-то древнеегипетский массажный салон? Тогда я не против. На отдыхе как-никак. Как вдруг он принялся заматывать меня бинтами? И тут до меня допёрло. Это древнеегипетский жрец, который, увидев мою забинтованную ногу, решил превратить меня в мумию. Египетская сила. Тем временем жрец уже принялся заматывать мою голову. Ну всё, сейчас он у меня офигеет. Пока он отвернулся, я медленно встал на ноги, вытянул руки вперёд и направился в его сторону. Жрец повернулся и, увидев перед собой живую мумию, выбрал самый очевидный вариант. Он что из сил дал дёру. Я обрадовался и тут же избавился от бинтов. Решил немедленно и скорее закончить свой египетский отдых. Надел кепку и нажал на кнопку. И вот я снова дома. Да уж, весело, я, конечно, провёл время в древнем Египте. Кажется, стоит немного отдохнуть от такого отдыха. Как вдруг в мою дверь постучали. Надеюсь, это не тот самый жрец меня нашёл. Но это был всего лишь курьер, который передал мне конверт. Я раскрыл его. Там была новая партия фоток от Серёги. В этот раз он решил похвастаться своим времяпрепровождением в Японии. Так, кажется, мой отдых отменяется. Снова зашёл в магазин кепок. Продавец тоже спросил, чем это от меня так пахнет. Я сказал, что отдыхал в египетском спасалоне. Затем попросил срочно найти мне новую кепку для перемещения в какие-нибудь времена Японии. Продавец стал искать подходящий вариант. Он предложил кепку, которая переместит меня в Японию 1573 года. Звучит интересно. Я сказал продавцу, что оплачу кепку картой Тинькофф Банка. Но он ответил, что такого банка теперь нет. В смысле? Я что, так долго был в древнем Египте, что я сейчас такой надёжный банк? Но продавец ответил, что Тинькофф Банк просто сменил имя, теперь это Т-Банк. При этом изменилось только название. А для клиентов всё остаётся как было. Т-Банк это всё ещё надёжный и быстрый онлайн-банк, доступный 24 на 7. Фух, как хорошо. Ведь за это я его и люблю. В общем, надо запомнить, Тинькофф теперь Т-Банк и ни слова больше. Продавец уточнил, на какой срок я беру кепку в этот раз. Я сказал, что снова возьму на 10 дней. Этого времени вполне достаточно для интересного провождения времени. А также я спросил, возможно ли во время путешествия решить проблему с языковым барьером. Продавец предложил воспользоваться часами перевода, которые смогут адаптировать мою и чужую речь для понимания. Какой универсальный магазин. Я оплатил кепку с часами и отправился домой на подготовку. На следующий день я уже стоял в подходящем образе и в полной готовности. Затем нажал на кнопку и очутился в неком японском саду. Скорее спрятал свою кепку в одеянии и одел более подходящий головной убор. Здесь было тихо и красиво. Эмоции переполняли меня. Я решил выразить их с помощью японского хоку. Каменная пагода. Ветром колышется древнее древо. Меч самурая прямо мне в лицо. Стоп, это что, настоящий медь? Передо мной стоял грозный самурай. Он начал двигаться в мою сторону. Да блин, не успел я появиться, как меня уже готова порезать на суши. Но тут из-за угла вышла девушка в кимоно. Выглядела она очень достойно. Самурай тут же подошел к ней и подарил веточку сакуры. Она отреагировала на это довольно холодно. Самурай поклонился ей и отошел подальше. Похоже, это какая-то японская принцесса, раз ее так уважают. Она смотрела меня с ног до головы. Затем властно спросила, откуда я здесь взялся. Я решил немного приукрасить рассказ о себе. Представился известным мореплавателем, который уже 15 раз пропал вокруг света. Но, к сожалению, мой корабль потерпел крушение и я единственная, кому удалось выплыть на берег. Принцесса пожалела меня и предложила остаться в ее владениях. Но это очень мило с ее стороны. Мы вошли в покое принцессы. Нас встречали ее слуги. Она стала представлять каждого. Вот они слева направо. Спустя пару минут мы уселись на пол. Слуги принцессы принесли мне рис и устроили целую чайную церемонию. Это было очень вкусно. Принцесса не отводила от меня глаз и с каждой минуты подсаживалась ко мне все ближе и ближе. Она рассказывала мне о себе и о своих владениях. Затем и вовсе заявила, что мечтает выйти замуж за одного известного мореплавателя. Интересно, это за какого? За того, который уже 15 раз проплыл вокруг света. Я чуть было не подавился. Мне, конечно, приятно, но я никак не могу стать мужем японской принцессы. Она сказала, это мы еще посмотрим. Так пошел мой 17-й день путешествия по временам. Я полностью освоился здесь. Заучил некоторые местные жесты, а также познакомился с древнеяпонской культурой. Все было прекрасно. Кроме того, что эта принцесса не отходила от меня ни на шаг. Она уже представляла, как красиво мы будем жить в браке. Как мы будем заботиться друг о друге в старости. А кому-то херовато, то мимо то косо и то яма то канава. Но больше всего наши постоянные свидания досаждали тому самому самураю. Каждый раз, когда он видел нас вместе, он смотрел на меня, как на врага народа. Он явно желает жениться на этой принцессе больше, чем я. Нужно будет как-то прояснить ситуацию. Однажды я подошел к нему и сказал, что очень скоро я просто растворюсь, и он больше никогда меня не увидит. Но он злобно посмотрел на меня, и я тут же решил свалить куда подальше. И так наступил мой 20-й день путешествия по временам. Я поблагодарил принцессу за гостеприимство. А также добавил, что мой новый корабль уже ждет меня в бухте, и мне пора отправляться к новым приключениям. Как я и ожидал, она очень расстроилась. Принялась плакать, а я стал ее утешать. Сказал, что еще найдется человек, который непременно возьмет ее в жены. Она печально посмотрела на меня и попросила о нашем последнем чаепите. Разумеется, я не мог ей отказать. И вот мы сидели на полу и пили вкуснейший чай. Даже грустно, что я не могу спросить, в каком магазине она его покупает. Как вдруг мои глаза стали слепаться, а голова закружилась. Еще несколько секунд я пытался бороться со сном, но он довольно быстро меня одолел. Я очнулся и сразу понял, что связан толстым слоем веревок, а передо мной стоит высокомерная принцесса. Она заявила, что сегодня состоится наше бракосочетание. И добавил, что прямо сейчас пойдет надевать свое свадебное платье. Что за жесть? Принцесса тут же скрылась за дверью, а я сразу понял, что в таком состоянии не смогу достать свою кепку из-за деяний. Через несколько секунд дверь в комнату открылась, и в нее вошел тот самый самурай. Он тут же достал свой меч и пошел прямо на меня. Какой ужас! Я стал молить его о пощаде. Но он уже занял свой меч над моей головой и... Самурай сказал, что теперь я свободен и могу исполнить то, что обещал ему. Просто раствориться, чтобы он больше никогда меня не видел. Я очень обрадовался и поблагодарил самурая. Затем сразу достал кепку времени, нажал на кнопку и вернулся в свой дом. Я снова в безопасности. Думаю, хватит с меня экзотических мест для путешествия во времени. Пожалуй, теперь я выберу что-то более близкое по духу. Спустя день я уже стоял в древнерусском костюме и надевал кепку, которая отправит меня прямиком в Царскую Русь 1559 года. Думаю, в этом 10-дневном путешествии проблем не возникнет. Здесь тебе и язык знакомый, да и с людьми договориться будет проще. Нажал на кнопку и мгновенно очутился в неком расписном дворе этого времени. Снова сразу спрятал свою кепку. Здесь было довольно безлюдно. Я гулял по улочкам и пытался найти хоть какое-то развлечение. Как вдруг вдалеке заметил человека, который очень подозрительно себя вел. Выглядел он еще подозрительней. Как-то он не был похож на жителей Царской Руси 16 века. Я решил проследить за ним. Незнакомец ускорил шаг. Я тоже ускорился, но случайно запнулся об ведро с водой. Будет же криво ноги. Незнакомец заметил меня и тут же принялся убегать. Да что же у меня за постоянный беготня во времени? Он быстро побежал по лестнице. Настолько быстро, что даже запнулся об ступеньку. Но вскоре он скрылся за дверью и пропал из виду. Я забежал на лестницу и обнаружил на ступеньке наушники в 16 веке. И это точно не мои. Это что, тоже путешественник во времени? Но зачем тогда он стал от меня убегать? Я забежал внутрь здания и стал искать незнакомца. Зашел в какую-то большую комнату. Выглядела она как царские палаты. Но тут заметил, как этот незнакомец сбегает из комнаты через окно. Да что с ним такое? Вдруг в комнату вошел человек в царском наряде. Он был суров и грозен. Затем он принялся осматривать палату вдоль и поперек. После чего схватил меня и грозно произнес. Ты куда, скипетр царский дел, окаянный? Минутку. Шапка Мономаха? Царский скипетр? Грозный вид? Иван Грозный? Царь тут же приказал схватить меня и казнить за кражу. Не успел я ничего сказать, как меня тут же вытащили на улицу. Привели на место казни и поставили на колени. Я стал молить о пощаде. Но палач занес топор и тут же... Короче говоря, продолжение следует. Хотите, чтобы продолжение вышло как можно скорее? Давайте наберем под этим роликом 120 тысяч лайков, и мы обещаем, что долго ждать не придется. Кстати, мы выражаем большую благодарность экспозиции Японский сад в Ботаническом саду и Измайловскому Кремлю за предоставление чудесных локаций для съемки ролика. Спасибо за просмотр и ждем тебя снова.